С 19 по 21 ноября 2014 года по приглашению правительства Ленинградской области и при участии Русско-Балтийского центра прошел 4-й Балтийский форум соотечественников. Форум проходил в 50 километрах от Петербурга, в высшей точке Карельского перешейка в курорте Игора. Съехались около 100 участников из Эстонии, Латвии, Литвы, Финляндии, Польши и Белоруссии. Очень много было интересного и насущного и запланированного. Я знаю, что выступлений у коллег будет очень многого. Но вот этот вот драматизм этой ситуации, безусловно, вот диктует, по крайней мере, вот такую повестку сегодняшнего форума. В четвертый раз гостеприимная Ленинградская область пригласила на Балтийский форум соотечественников, журналистов, правозащитников и политиков. Основные доклады были посвящены проблемам, связанным с Украиной. Этот форум проходит в переломное время. Неслучайный президент России и министр иностранных дел говорит, что началась новая эпоха. Вот то, что происходит на Украине, мы видим, что война цивилизаций – это не миф, а это реальность. И на Украине идет не война между Россией и Украиной, как это пытаются представить СНН и другие средства массовой информации на Западе. Мы видим, что на Украине идет реальная схватка западной цивилизации против русского мира. На форуме присутствовал представитель крымских татар. Крымские татары восприняли, значительная часть крымских татар восприняла возвращение Крыма в Россию как естественный процесс возвращения к истокам. Да, была часть, которая за 23 года была, так сказать, одурманена той пропагандой, прозападной, проукраинской пропагандой, которую проводили тогдашние лидеры Межрисы. Эта часть, конечно, не восприняла. Но поднять какое-либо активное протестное настроение, вылить в какие-то активные действия никому не удалось. Это говорит о разумности, о природном, так сказать, прагматизме крымских татар, которые вернулись в Крым не для того, чтобы с кем-то воевать или против кого-то воевать, а налаживать на своей исторической роде нормальную человеческую жизнь. Подведя итог, делегаты договорились снова встретиться на гостеприимной земле Ленинградской области.